Дорогие друзья, в контексте нашей темы склеропластики, помните, мы вам проинформировали вас в отношении пагубности склеропластик, ну и заикнулись, а что же делать в таком случае? Первое, исходя из общих причин, я имею в виду прогрессирование близорукости, это работа длительная на близком расстоянии, это слабость наружной оболочки глаза, это генетическая составляющая, то есть наследственная. Так на каких уровнях мы будем работать? Что касается работы длительной на близком расстоянии, мы неоднократно говорили, что длительная работа, безусловно, влияет на прогрессирование близорукости, но в то же самое время мы говорили о необходимости так называемых сферопризматических очков, которые позволяют комфортно работать по линии аккомодации и по линии сведения зрительных осей. Аккомодация и конвергенция, а это и сведения, они взаимосвязаны. Обратите ваше внимание на график, который мы представили. Однако вся страна, как правило, в лучшем случае работает только на аккомодации. Более того, какая главная причина повсеместная? Это выписываются очки для дали, для постоянного ношения близорукого человека. Это недопустимо. Это грубейшая ошибка. Очки для дали только для дали. А оптика, сила линзы вблизи должна быть на 2 диаптрии меньше, нежели та, которая для дали служит. Всем понятно или нет эта разница? Мы показали в графике, мы показали в рисунках, фотографиях, что влечет за собой работа вблизи, в очках для дали. То есть, другими словами, когда человек переводит взор с дальнего объекта на ближний, в этот момент, на тысячные доли секунды, объект, то ли буква, то ли там какая-то игрушка, выходит за пределы глаза, образно говоря. И для того, чтобы посадить на глаз, необходимо напрячь аккомодационную мышцу. А аккомодационная мышца, как бублик мы говорили, посмотрите наши фильмы, она сокращается, и в таком сокращенном виде человек пребывает несколько часов. Вот это и есть та ошибка врачебная, которая делается. То есть, очки должны быть либо бифокальные, либо прогрессивные. Но недопустимо использование очков для дали вблизи. Благодарю за внимание.